Всем привет! И сегодня мы хотели бы вам рассказать о трех способах трудоустройства на круизных лайнерах. В первую очередь, вы должны ответить себе на вопрос, действительно ли вы хотите работать на круизных лайнерах. У этой работы, как и у любой другой, есть свои плюсы и минусы. К первому плюсу я бы отнесла то, что вы можете путешествовать по всему миру бесплатно. А также круизные компании платят очень хорошую зарплату. Кроме того, работа на круизных компаниях – это отличный способ совершенствовать английский язык. Коллектив на круизных лайнерах многонациональный, поэтому вы можете познакомиться с людьми со всего мира. А также я бы сказала, что работа на кораблях – это профессиональный рост. Кроме того, там есть отличные возможности для карьерного роста. Из минусов, в первую очередь, мы видели то, что работа на корабле – это морально и физически тяжело, так как у вас нет полноценного выходного дня. Во-вторых, это то, что вы находитесь далеко от своей семьи. И в-третьих, корабль – это закрытое пространство, и для некоторых людей это может быть тяжело. Также, ребята, нужно учесть, что при трудоустройстве у вас будут определенные расходы. Возможно, вам придется потратиться на агентство. Также у вас будут расходы на визу. Например, американская Ц1Д или Шенген виза. 100% вам придется потратиться на медицинскую справку. Возможно, вам придется также делать сертификаты. И один большой пункт расхода – это авиабилеты. К счастью, не на все позиции требуются авиабилеты, но, возможно, компания попросит вас купить авиабилеты в один конец. Первый способ трудоустройства на круизный лайнер – через агентство. Агентство помогает вам по многим вопросам. Оно помогает с оформлением резюме, подготавливает вас к собеседованию с работодателем. Также помогает в оформлении медицинской справки и визы. Но у агентств есть свой минус. Многие из них хотят плату за свои условия. Второй способ трудоустройства на круизный лайнер – это самостоятельный поиск сайта круизной компании в интернете, где вы можете самостоятельно заполнить анкету и подать свое резюме. И третий способ трудоустройства на круизный лайнер – если у вас уже есть знакомые, либо друзья, которые уже работают на круизной компании, и они могут сходить к Эйчару и попросить дать контакты для трудоустройства вам. В следующих видео мы расскажем о выборе профессии, выборе круизной компании и составлении резюме. Ребята, ставьте лайки, задавайте вопросы в комментариях. Ваши вопросы помогают нам понять, что вам действительно интересно, и о чем нам больше рассказывают в следующих видео. И подписывайтесь на канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok